знаете вот жизнь богом вот мы знать мы любим вот благодать а кто любит благодать а мы классно любовь да честно я вот прям наслаждаюсь вот это знаешь вот кота безлимитный абонемент у меня в такого парк божьей любви вот если у тебя еще не безлимитный а там по часовой возьми безлимитным тебе уже есть вот и наш я переживаю эту благодать и так здорово вот но знаешь жизнь богом вот это же не только вот благодать и здорово мы но мы же переживаем сложности да то есть нам бывает порой тяжело да да бывает и у меня если честно не хотел говорить думаю ну сейчас уже все уже в аквапарке побывал надо в божьем я имею ввиду уже все уже это когда хорошо родовая все какие-то ну тяжело последнее время если честно потому что когда ребенок рождается и там много еще плюс какая-то ответственность появляется и все это и ты не высыпаешься и у тебя накапливается ты начинаешь раздражаться аминь то понимает меня до отцы мол которые недавно родили понимает и мамы тоже аминь мамы конечно вот но отцы как-то больше раздражаются поэтому я больше про отцов мамы то не так сильно вот нас как-то более мужчины как-то склонны к этому вот и как-то вот это все и в этот момент в этот момент когда тебе кто-то говорит там аллилуйя бог любит тебя тебе хочется сказать да да я уже слышал спасибо мне уже мне уже сообщили спасибо да вот но на самом деле христианство это не только аллилуйя благодать это еще и смерть аминь потому что если мы не умрем да то мы не воскреснем потому что слово божье об этом если мы хотим со христом быть в его благодати и славе мы должны с ним сораспяться аминь вот и давайте откроем место писания есть одно такое у нас первое коринфянам 15 глава 1 коринфянам 15 глава 31 стих что меня маленько тут как будто их чуть-чуть первое коринфянам 15 глава 31 стих ой там уже на открыли давно да я тут еще листаю так я буду стараться быстро это делать итак итак друзья мои я каждый день умираю свидетельствуюсь в том похвалу и вашу братья которые я имею вы хрис иисусе господи нашим то есть он я каждый день умираю знаете невозможно однажды умереть и сказать все аллилуйя да все раз и навсегда ты победил искушение и все да нет она опять придет или мир бунт знаешь ну иногда у тебя как поднимется да бывает такого у меня бывает у вас бывает все-таки раз в библии пусть он другой отвечает я не буду да да бывает я даже не мне даже знаете не знаю не надо вашего ответа просто я знаю что бывает вот это точно вот и у меня бывает и невозможно однажды этот победить бунт чтобы он вообще в жизни больше не приходил потому что если мы идем дальше будет будет опять искушение какой-то аминь я когда ну был так сказать ну только вот покаялся там да я думал что так будет искренне что я вот один раз одержал победу например с похотью я вот победил не согрешил пришло искушение а я халлюя противостал все я думаю больше не будет тогда ну то есть я уже это победил все это не придет нет она опять пришло а бунт так он вообще может прийти прям вообще на ровном месте да знаете почему потому что мы бунтари все кто-то кто-то сбунтовался сказал я не бунтарь и ушел да кто я бунтарь нет я пойду отсюда друзья мои это наша природа это наша человеческая природа а кто сказал что так а я очень по-другому общее а кто сказал вот а сейчас вообще страшные вещи а кто сказал что это грех и начинается да то есть библию там под себя уже туда-сюда да вот поэтому друзьям и это у всех у нас есть но вопрос что мы с этим делаем мы с этим будем разбираться мы будем на крест мы будем смиряться принимать божью волю и кается или мы будем нет мы живем в 21 веке демократическом обществе да я вот считаю что вот это так и все имеем внутри все поднялось как это что это мне тут говорят ну я сам знаю вот поэтому друзья мои вот в этот момент и происходит смерть когда ты говоришь что бог да мне не важно что я чувствую сейчас да мне тяжело да мне не все нравится в этой жизни да я бы хотел может быть жить я не знаю там где-нибудь где на майами там или еще где-то не был кстати на майами ни разу надо побывать то есть я много чего хотел бы наверно да но когда я пришел ко христу да мое хотение уже знаете вообще ничего не значит на самом бог с моими желаниями считается аминь но для меня гораздо важнее исполнить то что бог и там и и вот смотрите в этот момент смерть происходит нашей жизни я кстати сегодня не о смерти буду я немножко о другом просто я как бы хочу подвести вас к этому моменту очень важно смотрите важно умирать каждый день аминь ну кто согласен все-таки немножко боятся что-то провокации попахивает что-то провокации попахи друзья мы нет никаких провокаций слов божье все бог все просто все честно без каких-то двойных без двойного дна и вот смотрите что он пишет тут обратите внимание он год я каждый день умираю но он дальше пишет что еще свидетельствуюсь в том похвалую вашу братья который я имею во христе иисусе вашу похвалу свидетельствует то есть он не просто говорит я умираю ну и . он говорит нет нет подождите друзья мои я не просто говорю что я умираю у меня есть свидетели это вы я могу пригласить вот пожалуйста алексей он скажет понимаешь недостаточно просто сказать да я умираю важно чтобы был какой-то свидетель потому что я сегодня может быть думаю о себе вообще свойственно себе думать чуть больше да чуть больше чем мы являемся мы на самом деле да я могу сегодня о себе думать о я такой вообще смиренный кто так думает про себя да можно не поднимать чуть-чуть поднимите да мы так думаем часто про себя о я так смирился я там вообще не ответил вообще мне там ответили как-то я не ответил в ответ а такой смиренный там пастор попросил или кто-то попросил что-то сделать и я в свой законный выходной, пошел, послужил, да, я такой смиренный, вот, и мы так часто можем про себя думать, ой, я герой на миссию, поехал, это я про себя, вот, и про тех всех, кто ездит, я герой, ой, я съездил, я такой вообще молодец, да, я так смирялся там, да, друзья мои, и мы часто можем так думать, но на самом деле гораздо важнее, когда Алексей скажет, например, приедет и скажет, например, ой, слушайте, ну реально, вот, Владимир, вот, он не знает, что он не был у меня, он скоро приедет, я верю, вот, понимаете, и я вот, я вот думаю, вот, предположим, ну, про пастора нашего, да, вот я могу сказать за него, вот я могу пойти в свидетели, понимаете, вот, ну, я пастору могу сказать, пастор, ты можешь смело заявлять, вот так вот, как Павел, что я умираю каждый день, вы мне свидетель, потому что я знаю его жизнь, я вижу, как он живет, на протяжении долгого-долгого времени, и вот у меня вопрос, у тебя есть такие свидетели? Кто сегодня может выйти и сказать, да, аминь, Ильяс умирает каждый день и смиряется, да, аминь, то есть мы видим, то есть мы видим, как он, что, какая жизнь у него, понимаете? Вообще тема свидетельства, вообще иметь свидетелей, на самом деле в Библии очень много об этом говорится, потому что мы, знаете, мы, вот у нас общество так устроено, мы думаем, что, ну, вот, я так для себя решил, что вот так, вот так и вот так, и мне, в принципе, вообще по барабану, что там кто думает, ну, это не библейская позиция, понимаете, потому что Библии нигде не сказано, мне по барабану, кто что про меня думает, понимаете, потому что, когда мы приходим к Богу, мы вообще представители Его, аминь, ты веришь? Ты представитель Царства Божьего, вот ты вот, вот просто встаешь утром и говори себе, я представитель Царства Божьего, вот как я выгляжу, Как вот я себя веду, так вот царство Божие такое. Я представляю это царство сегодня. Ну, честно, иногда, знаете, сейчас отвлекусь маленько, отвлекусь маленько. Иногда бывает в такие ситуации попадаешь и думаешь, вот не дай бог этот человек в церковь придет. Бывает у вас такое? Ну, по работе иногда бывает. Ты с кем-то так кому-то нагрубишь. У вас так не бывает, прости. Ты, бывает, с кем-то так поговоришь, а что надо там или как-то еще, да? Ну, тебе самому стыдно. Вам бывает стыдно за свое поведение? Значит, не все потеряно. Если тебе бывает стыдно, это хороший знак на самом деле. И ты думаешь, вот если, предположим, ситуацию, представляешь, в транспорте, в общественном или где-то, в очереди, кто-то вперед тебя в очередь начал идти в поликлиники, да, как мы обычно. Уважаемый, очередь соблюдаем, да, как так, нет? Или вы, извините, пожалуйста, многоуважаемый человек. Понимаете, тут вот такая вот принято у людей, что если кто первый пришел, первый занял, следующий приходит, спрашивает, кто последний. Так вы говорите, да? Или вы, э, куда ломишься, ты че? Ну, это не братья, так братья у нас. У нас братья все интеллигентные, вообще с консерваторией. Они, извините, многоуважаемые, да. И представляете ситуацию? Вот ты нагрубил сегодня кому-то, да, а его кто-то в церковь пригласил. И ты такой стоишь, улыбаешься, такой вообще прям весь, здравствуйте, всех приветствуешь, аллилуйя. И тут раз этот человек заходит. И у тебя сразу, да, а-а-а-а. Че я ему сказать, здравствуйте, или как ты сегодня утром? Он говорил, э, слышишь, куда прешь? Понимаете? Что на самом деле это важно. Это важно, друзья мои. То есть это важно, какое мы свидетельство сегодня для этого мира. Вот. И о свидетелях на самом деле очень много говорится в Библии. Давайте еще откроем. Еще одно откроем. Третья Иоанна, первая глава. Третья Иоанна, первая глава. Давайте я, наверное, отсюда буду читать. С третьего по четвертый стих. Открыли, да? Итак, читаем. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Еще стих один. Для меня нет больше радости, как слышишь, что дети мои ходят в истине. Верни один назад. Третий стих. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали. Ты, да? То есть они пришли и рассказали. Представляешь, ходят в истине. Аллилуйя. Причем, он говорит, для меня радость. Они, наверное, пришли и такие, знаешь. Такие пришли и говорят, знаешь, там вот вообще так классно. Братья классные, короче. Взяли себе по новой машине. Эту зимнюю резину там нормально взяли. Он говорит, да, хорошо. Что еще? Короче, кредит взяли, одобрили. Он говорит, ага, хорошо. Что еще? А, там, короче, один на работу, другой женился, третий там еще. Ага, хорошо, хорошо. А в истине-то ходят? Для него важно было, чтобы они в истине ходили. Аминь. Просто, знаете, иногда у нас свидетельство такое, что, ну вот мы что-то там вообще классно, вообще куда-то там устроились, там где-то что-то урвали, ухватили. И вообще нормально, да? А вопрос, а в истине-то мы ходим? То есть для него это, то есть для Бога это важно. Понимаешь? Никак ты сегодня в жизни устроился. Может быть, ты и неплохо устроился на самом деле. И слава Богу за это, кстати. Аминь. Мы должны его благодарить. Но это не самое главное. Важно, чтобы сегодня о тебе сказали. Знаешь, входит в истине. Вот вообще, вот казалось бы, да? Вот по всем прогнозам там, я не знаю, должен там, не знаю, страдать там вообще, отступить там, сдаться. Нет, смотри-ка ты, входит в истине и все. Аминь. Друзья мои, о нас такое должно быть свидетельство. Да? То есть от внешних. Про внешних. Первая Тимофея, третья глава. Так, это я сейчас открою здесь. Первая Тимофея, третья глава. Третья глава. Сейчас скажу, стих какой. Седьмого стиха. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Это про епископа речь. Ну, я верю, что это к нам ко всем относится. Аминь. Может быть, тут нет епископов среди нас. Но в будущем, в перспективе, я надеюсь, что тут много епископов. Аминь. Это в Африке, да, там каждый второй епископ, потому что написано, если кто епископство желает, доброго дела желает. Вот, поэтому желайте епископства, слава Богу. Вот, но для начала хотя бы желайте доброго свидетельства о вас, да. С этого стоит начать. Итак, друзья мои, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Сегодня есть доброе свидетельство от внешних? Если я приду к тебе на работу, к твоему начальнику и спрошу, скажи мне, вот как есть, вот как есть, скажи про этого человека, будет доброе свидетельство? Аминь. Кто-то руку поднимает. Надо прийти. Надо к начальнику прийти. Я, правда, не знаю, кто у него начальник, но я поинтересуюсь. Друзья мои, важно, чтобы мы сегодня имели это доброе свидетельство от наших соседей. Это же внешние. Аминь. Это внешние. Ну ладно, может быть, от соседей еще там как-то кто-то скажет. Это, знаете, как происходит какое-то преступление, ну жесткое такое, да, прям жесткое. Там кто-то кого-то убил. И приезжают, репортаж делают, и соседи спрашивают. Соседи такие, да вообще с виду нормальный такой человек, всегда здоровался, вежливый такой, а он там кого-то убил, расчленил там и так далее. Вы думаете, мама дорогая. Поэтому ладно, про соседей не будем. То есть, те, кто ближе, давайте, да, Круксы, твои, твои, твоя жена, твой муж сегодня, какое свидетельство о тебе? Они такие, жена подумала, да не, ладно уж. Муж подумал, да не, ладно, если придут, прям спросят, да не, скажу, нормально, все нормально. Ну а если честно вот так вот, да, ты даже знаешь как, ты сам себе оценку дай, ты сам себе, какое, как ты думаешь, свидетельство твоя супруга скажет о тебе или твой муж? Какое она свидетельство? Скажет, вообще муж любящий, там все здорово, или скажет, ой, слушай, вот, 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 все поняли, да, что значит? Или муж скажет, ой, уже вот так, вот, уже все, уже не могу. Друзья мои, важно иметь свидетельство. Мы должны сегодня иметь свидетельство. И от внешних тоже. Итак, давайте еще откроем. Первое, Фессалоникийцам. Вторая глава. Вторая глава, с 10 стиха. Свидетели вы и Бог, как святые, праведные и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими. Дальше. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. И дальше. Мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Давай, верни к 10. Свидетели вы и Бог, как святые, праведные и безукоризненно поступали мы перед вами. Свидетели вы. То есть, опять же, смотрите, он говорит, что не просто мы говорим, мы там классно все сделали. Но должно быть какое-то свидетельство, как классно было. А то мы иногда знаешь, да, да, все здорово, все здорово. Слушай, ну кто-то может это сказать. Кто-то может сегодня засвидетельствовать о том, что да, действительно все классно. Знаешь, есть хороший такой тест. Понять сегодня, каким свидетельством ты являешься. Вот подойди к своему начальнику и просто вот так спроси. Скажи, слушай, вот я являюсь для тебя благословением сегодня. Вот ты доволен тем, что я делаю? И послушай. Потому что, может быть, ты сегодня считаешь, что ты все классно делаешь. Подойди к лидеру служения своему, да, или к пастору, там, не знаю. Ну, с кем ты общаешься много и спроси. С кем ты живешь? О-о-о, вообще, да. Я думаю, знаете, в чем проблема? Не каждый из нас готов сегодня это выслушать. Спросить-то, может быть, ты и спросишь. Ну, когда ты там второй, третий пункт тебе перечислят, что не так, да? Вопрос ты примешь? Вот примет, аминь. Вот, и теперь главный самый вопрос. Ну, сомнений нет, да, надо свидетельствовать, аминь. Все согласны? Сейчас я спрошу, все согласны. Давайте проголосуем, кто согласен. Друзья мои, ну, тут даже нет, как сказать, ну, тут даже нет причин как-то по-другому думать, да? Ну, потому что это естественно и нормально. Вообще, уже время столько зря потратилось, если честно. Потому что это настолько естественно, я думаю, тут все уже давно поняли. И когда вы только пришли, вы об этом знали, понимаешь? И часто наши проблемы не в том, что мы не знаем. Да мы прекрасно знаем, что мы должны свидетельством быть. Да мы прекрасно знаем, что мы должны там на работе быть благословением, в семье быть благословением. Да я уже устал, я уже знаю, где я что-то должен. Да? Мне только все и говорят, ты этот должен, тот должен, да? Потому что вопрос на самом деле не в этом. Понимаете? Вопрос-то не в этом. Никто тут нету, человек, который бы сказал мне, нет, я считаю, что я не должен быть свидетельством для внешних. Я считаю, что я вообще, как хочу, так живу, по барабану-то там что думает. Навряд ли тут такие найдутся. Если найдетесь, подойдите в конце, я помолюсь за вас отдельным благословением. Друзья, вопрос в другом. Вопрос, как быть этим свидетельством. Аминь. Потому что этот на самом деле вопрос, который нас мучает и волнует. Да я знаю, как быть. Да я знаю, кем я должен быть. Да я все это прекрасно знаю. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что да я сегодня не являюсь этим свидетельством во многих сферах. И что мне с этим делать? Как мне быть? Знаете, я тут однажды, сейчас для молодежи специально, я как-то однажды наткнулся на статью. Потрясающая статья. Называется, уже заголовок, это все. Я просто выпал. Мне он очень понравился. Заголовок. Как сделать свою страничку ВКонтакте христианской? Понимаете? И там советы, значит. Ну там, помести то-то там, добавь то-то, добавь то-то. И знаете, и вот, ну, я понимаю, я понимаю, как бы, вот этот, авторов этой статьи, их желание. Ну, чтобы ВКонтакте, как бы, проповедовали молодежь, чтобы их, а то иногда зайдешь, я сейчас такой тест стал делать. Вот Глория последняя была у нас. Я с подростками садился вот так. Ну, мы сидели, там время свободное было. Я говорю, ну, давай, давай ВКонтакте, добавь меня. Ну, мы раз, добавляемся. Я говорю, вот смотри, вот давай сейчас просто, вот я тебя, я не знаю, что ты верующий. Или верующий, да, там. То есть, я не знаю. Давай, я сейчас вот буду листать твою страничку, и что я о тебе буду узнавать? Я начинаю листать. Ну, это благо еще, если я что-то нейтральное узнаю. Обычно что-то вообще бывает там. Ну, ну, редко, когда я узнаю о подростке, что он верующий. Ну, редко, редко, вот. И я это делал не для того, чтобы научить их, как сделать свою страничку христианскую. Знаете, мы часто думаем, как сделать свою жизнь христианскую. Вот как вот там, как вот, ну, чтобы такое сделать, чтобы все таки сказали, вау, какой христианин. Да? И на самом деле ты можешь, цель моей проповеди не то, чтобы ты сегодня пошел и стал думать. Как мне быть свидетельством? Знаешь, с одной стороны, вот, поймите меня правильно, это хороший вопрос. Мы должны его себе задавать. Да? И как сделать свою страничку христианской? На самом деле это нормальный вопрос. И мы тоже должны его себе задавать. Но если мы пытаемся, если мы пытаемся просто сделать свою страничку христианскую, это неправильно. Если мы хотим просто быть свидетельством, потому что сегодня была проповедь, и в Библии оказывается написано об этом много, и все таки согласились, сказали аминь, и срочно пошли делать свою жизнь христианской. Друзья, это неправильно. Недостаточно просто взять свою страничку, удалить там всякий хлам, да, там, порой даже непотребство, да. Это надо сделать. Я, знаете, для меня даже тест такой, пишет мне мальчик один, говорит, подросток, мы иногда думаем, что там вот подростки, у них там, ну, какие-то проблемы детские, там, яблоко украл, там, да, там. Ну, мы примеры такие приводим, иногда детские, да, там, ой, ты что-то там согрешил, там, маму не послушал. А ко мне подсаживается подросток, ну, ему 14 лет, и говорит, пастор, помолитесь за меня. Я говорю, а что, в чем нужда? У меня, говорит, суд скоро. Я говорю, ну, давай, помолюсь, ладно. Вот, обязательно. Я говорю, ты мне напиши, когда у тебя суд, я помолюсь. Ну, и вот он мне пишет. Ну, я ему написал, там, все, говорю, давай, не бойся, свидетельствуй, Бог с тобой, туда-сюда. А мы в ВК с ним переписываемся, я думаю, дай-ка посмотрю его страничку. Захожу на его страничку, а знаешь, от избытка сердца говорит стена, да, это современнейший перевод. Ну, нет, так и есть. Потому что, потому что то, что там человек себе постит, да, это, говорит, состояние его сердца, понимаете? Вот, потому что, когда ты миссией заражен, тебе охота вот это все. Когда Богом любой его заражен, тебе охота туда это все будет поделиться, да? И там, ну, просто жесть. Причем, я думаю, ну, нет, наверное, давно не заходил там, еще до Христа, там, не успел почистить. Нет, вот вчера там постил такую ерунду. И я понимаю, что я это смотрю не для того, чтобы его осудить, ой, какой плохой. Для меня это как свидетельство того, что да он, он, может быть, и в церковь стал ходить, и в Глорию съездил. Но что-то здесь не произошло, понимаете? Что-то в сердце не произошло. Такие все срочно полезли в ВК странички проверять. Ой, ой, сейчас, сейчас, давайте сюда повестим. Кто не боится свою страничку сюда поместить, а? О, смотрите, сколько у нас святых. О, такие все подняли. Даже те подняли, у кого странички нет. Я не боюсь, у меня нет. Друзья мои, понимаете? А можно прославление? Выходите, мы уже заканчиваем. Понимаете? Недостаточно просто, просто сесть и написать себе пункт первый, как сделать свою жизнь свидетельством. Пункт первый. Не грубить сотрудникам на работе. Пункт второй. Любить того-то, того-то. Все, люблю. Пункт третий. Съездить на миссию. Блин, с этим тяжело, потому что надо финансы и так далее. Ну ладно, пусть будет тоже. Нет. Или страничку ВКонтакте. Так, срочно запостить в эту, в ленту куда-нибудь там местописание. Там какой-то призыв, там что-то еще. Нет, друзья мои. Она от этого не станет христианской. И мы с вами не станем свидетельством, если мы просто себе напишем пункты, чтобы им быть. Знаешь почему? Потому что это будет закон. Описание написано, законом не оправдывается никакая плоть. И по закону мы не меняемся. Поэтому задавать сегодня вопрос, как стать свидетельством, мы не должны задавать, друзья мои. Знаете почему? Потому что мы им станем, как только. Сейчас самое главное мысль. Как только мы начнем общаться с Ним и встречаться с Ним. И когда ты переживешь с Ним встречу, ты будешь свидетельством. Понимаешь? Там, где ты им не был. И твоя страничка в соцсетях, она станет христианской не потому, что ты статью прочитал, а потому, что это будет естественно. Тебе захочется поделиться с людьми, которые к тебе заходят тем, что тебя касается. Понимаешь? Знаете, я вернусь в то, с чего я начал. Знаете, когда нам тяжело говорить людям, что Бог их любит? Когда мы эту любовь перестаем переживать? Знаешь, когда нам тяжело что-то говорить людям, свидетельствовать? Да когда у нас это все уже сухо? Когда это вчера когда-то там было? А жизнь с Богом это каждый день новый день. Аллилуйя! Аллилуйя! Даже когда нам тяжело. И когда мы начинаем с Ним встречаться, когда мы переживаем эту первую любовь, когда мы переживаем эту близость с Ним, вот тогда мы становимся свидетельствами. И не потому что, и не потому что на проповеди сказали, а потому что ты уже не можешь по-другому. Ты не можешь уже грубить. Нет, ты можешь. Но ты каешься. Потому что твое сердце Бог. Потому что он сердце, его любовь. Аминь. И ты понимаешь, что в этот момент человек смотрит на тебя, особенно если он знает, что ты с церкви, да? Или ты ему только что проповедовал. Он смотрит на тебя, и он видит Христа. Аминь. Давайте встань. Господь, мы благодарим тебя. Кемеровская христианская церковь Христа Воскресшего осуществляет миссионерское служение в разных городах и странах, таких как Индия, Кения, Конго, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Тыва, Южная Корея. Вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы. Осуществить пожертвования очень легко. На сайте церкви вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет. Реквизиты счета указаны на сайте в разделе пожертвования. Мы благодарим вас за вашу поддержку и участие в миссионерской работе. Пусть Бог благословит вас!